В эфире новости Анапа Регион, студия Ирина Меркурьева. Здравствуйте! Итак, смотрите сегодня в выпуске. Мы как администрация считаем очень важный проект реконструкции центральной набережной. На что пойдут деньги от курортного сбора? Анапа представила пять проектов на суд Краевого общественного совета. Белый виноград практически собран, красный виноград сейчас во все собираются. Конкуренция Бордо и Пьемонту. В Анапе раньше обычно приступили к сбору технических сортов винограда. Зачастую бывает, что не пропускают пешеходов. Неделя безопасности. Сотрудники ГИБДД переведены на усиленный режим внесения службы около образовательных учреждений. С предпринимателями начнут переговоры о заключении коллективных договоров с работниками. А до Нового года всему бизнесу без исключения необходимо провести специальную оценку условий труда работников. Об этом шла речь на заседании территориальной трехсторонней комиссии по трудовым отношениям. Также представители центра занятости озвучили наиболее перспективные профессии, которые будут востребованы в городе-курорте в ближайшие годы. Почти 60% работников города-курорта поставили подпись в коллективном договоре с работодателем. Предполагается, что в этом случае лучше защищены права тружеников. В документ могут включаться, например, условия по ежегодному увеличению зарплаты с учетом инфляции. Как пояснили в центре занятости, пока охват достигнут в основном за счет крупных предприятий, в том числе муниципальных и государственных. Теперь стоит задача убедить небольшие частные компании. В сентябре 25 частных фирм получили специальные письма, и лишь в двух случаях был получен отказ. И там, и там речь о казачьих частных охранных предприятиях. Казачьи – это все равно, что сродни государственные. Вы же понимаете, что сейчас это идет о КОО в руку, и муниципалитет очень активно в этой деятельности участвует в помощи казачьему движению и так далее. Как-то здесь мы идем в разрез. Хотя должны идти вместе, рука в руку. Члены комиссии признают, работодателей можно только убеждать о работниках, информировать о преимуществах коллективного договора. Обязательная же процедура – специальная оценка условий труда. Те предприятия, где нет действующего договора об аттестации рабочих мест, должны обратиться в специальную организацию, независимо от числа работающих. Цена вопроса – 1-2 тысячи рублей за одно рабочее место. В противном случае, начиная с 1 января будущего года, нарушителям грозят штрафы в десятки, а при повторном нарушении – и сотни тысяч рублей, а также приостановка работы предприятия на срок до трех месяцев. Этот вопрос обсуждается уже два года. О том, что эту работу надо проводить. Это не первый день сегодня. И мы постоянно это обсуждаем. То есть, как бы давалось время работодателям на то, чтобы запланировать средства и, соответственно, израсходовать их по назначению. Вместе с тем, число рабочих мест в городе-курорте будет расти. Однако, лишь в отдельных секторах. По оценкам центра занятости, в ближайшие 7 лет будут нужны горничные, администраторы, садовники, повара, бухгалтеры. Кроме того, с постоянным приростом населения потребуются учителя, воспитатели, медсестры и врачи. Кроме того, уже есть и будет потребность в виноградарях. Это также связано с бурным развитием отрасли. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа-регион. И, кстати, в этом году из-за погоды на две недели раньше созрел виноград. Виноделы подчеркивают, что на качестве конечного продукта это никак не скажется. А Анапа находится на широте Борду и Пьемонта, признанных во всем мире виноградных территорий. Обычно в это время как раз идет сбор еще белого винограда, начинается сбор красного. Но в этом году сбор урожая раньше начался. Из-за хорошей погоды, из-за того, что ягода созрела раньше на две недели. Поэтому белый виноград практически собран. Красный виноград. Сейчас во все собирается. Вот мы сейчас находимся на винограднике. Это Каберне-Савиньон. Как видите, ягоды уже собраны. Уже три года как анапские виноделы собирают по 18-20 тысяч тонн технических винных сортов винограда. Только в этом году планируется заложить порядка 450 гектаров новых виноградников. Уже в обозримом будущем объемы сбора будут только расти. Ну а завтра в Анапе будут отмечать Всемирный день туризма. В городском театре состоится награждение лучших представителей этой отрасли, тех, кто многие годы трудится в сфере анапского гостеприимства. О том, что удалось сделать и о перспективах нашего курорта в следующем сюжете. Анапе необходимо поддерживать статус всероссийской детской здравницы, убеждены руководители ведущих предприятий отрасли. И не только сохранить то, что есть, но и развивать это направление. И здесь мы не только используем современные методики и наработки, но и сами можем поделиться опытом. Ежегодно порядка 12 тысяч детей, которых мы принимаем, то есть мы уже практически дошли больше 2,5 тысяч их единовременно. За последние 3 года мы очень сильно развили и развились по всем направлениям. То есть это порядка 700-800 коек, то есть расширили санатории. Это полностью инфраструктура внутри, это спортивные площадки, это территория озеленения, это капитальные ремонты уже наверного фонда. В этом году мы запустили новшество, которое пока еще в тестовом режиме, но в следующий год уже зайдет массово. Мы разработали приложение, в которое играют дети. Это по большому счету оцифрованная детская жизнь, то есть где дети полностью участвуют, где они говорят, я их слышу, оценивают, выполняют определенные задачи, квесты. В следующем году есть определенные уже желания, то есть мы переговоры ведем и с РСМ, которые проводят, то есть профильные смены для детей. Также немаловажная составляющая успешного курорта – развитие лечебной базы. Во-первых, это еще одно направление, которое, безусловно, привлечет новых туристов. А во-вторых, это позволит Анапе перейти в разряд круглогодичных курортов, и все предпосылки для этого есть. Мы используем новый подход к санаторно-курортному лечению. Для нас важно, чтобы гости действительно получали пользу. Любая программа санаторно-курортного лечения у нас сопровождается психотерапевтами, психологами, и мы помогаем людям разобраться. В общем-то, многие болезни, они, как говорится, от нервов, и мы помогаем с этим разобраться. Кроме этого, естественно, у нас есть прям глубокие специализированные программы по этому направлению. Мы считаем, что это позволит нам работать и круглогодично. Сейчас, особенно жителям больших городов, им необходимо себя поддерживать, как сказать, разгрузиться. Разгрузка им нужна. И вот тут помогают все программы антистресса. Помимо этого, будет развиваться и так называемый событийный туризм. Анапа вполне может претендовать на то, чтобы стать центром проведения, к примеру, деловых встреч или образовательных семинаров. Но одна из главных задач – сделать курорт комфортным и благоустроенным. И здесь, по мнению экспертов, позитивные изменения очевидны. Ирина Меркурьева, Михаил Попов, Роман Беркалиев. Анапа.регион. Анапа поменяется и внешне. Появляются парки и скверы. Установлены новые въездные стелы. Наведен порядок на Пионерском проспекте. Сегодня на заседании Краевого общественного совета в Краснодаре Анапская делегация представила пять проектов, которые могут быть реализованы за счет поступления от курортного сбора. Они связаны с благоустройством, эстетикой, а также оформлением исторического места визита императора Николая I. Это реконструкция набережной, исторический проект «Сарский перекресток», световые инсталляции на Пионерском проспекте, благоустройство прохода к морю в районе бывшего санатория «Кавказ», а также композиция «Фонарей», «Парусная регата». Все проекты имеют финансово-экономическое обоснование. Комиссии была представлена развернутая информация. И по итогам комиссии теперь мы ожидаем положительного заключения по одному из проектов, который позже в администрацию нам будет путем протокола доведено. Ну, конечно, мы как администрация считаем очень важный проект реконструкции центральной набережной, так как это знаковое место не только для наших туристов, но также для местных жителей. Не остается без внимания социальная инфраструктура. Строительство спортивного зала по краевой программе в школе номер 21 Станицы Анапской идет с опережением графика. Об этом сообщили в администрации учебного заведения, подчеркнув, что обновление для них является долгожданным. Здание, которое до этого использовалось в качестве спортивного зала, небольшое, и в холодное время года проводить уроки физкультуры было сложно. Работы идут с опережением графика, с некоторым, потому что согласно графику работ мы должны закончить были бетонные работы в первой половине октября. Еще не закончился сентябрь, у нас бетонные работы уже подходят к концу. На сегодняшний момент выполненный фундамент – короб для теплотрассы. Идет самый ответственный этап – заливка основания пола под спортивной площадкой. Помимо этого предусмотрены подсобные помещения, тренерская комната, раздевалка, душевые. В школе надеются, что временной задел поможет сдать спортивный зал раньше намеченного срока. В школе очень много проходит всяких спортивных мероприятий, очень много работает кружков и секций спортивных. И дело в том, что в связи со строительством спортзала нам, нашим детям, доступна только площадка, которая открытая. Помещение сейчас недоступно, поскольку там рядом с этим помещением идут ремонтные работы. Согласно договору, 20 декабря планируется сдать объект, но глядя на нынешние темпы, я думаю, что этот объект застан немножко пораньше. Трутуар и переходы – ваше место, пешеходы. В Анапе стартовало профилактическое мероприятие «Неделя безопасности». Вместе с сотрудниками ГИБДД о правилах поведения на дороге вспомнила и наша съемочная группа. Мобильные посты с сотрудниками полиции. Для самых маленьких – это тематические занятия в игровой форме. Для тех, кто постарше – открытые уроки, инструктажи по соблюдению правил дорожного движения. Соответственно, где расположен такой знак, мы переходим к поезжей части. Впрочем, даже школьники младших классов уверенно рассказывают о правилах поведения пешехода на дороге. Несмотря на свой возраст, они четко осознают, каким последствием могут привести нарушения. Их необходимо знать, чтобы не устраивать ДТП и не терять, самое главное – жизнь. Выполнять правила дорожного движения нужно, потому что если их не выполнять, можно попасть в аварию, а точнее в ДТП. И можно потерять жизнь. Это самое главное, что у нас есть. В период проведения «Недели безопасности» будет усилен контроль за водителями и активизированная работа по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. Впрочем, ГИБДД отмечают – уровень дисциплины анапских водителей уже существенно повысился. Местные жители у нас относятся с уважением к пешеходам и представляют преимущество движения пешеходам. Но граждане, которые приезжают на отдых к нам, я бы не сказал о культуре поведения на дороге и зачастую бывает, что не пропускают пешеходов, но к ним приходится применять меры административного воздействия. «Неделя безопасности» продлится до конца сентября. Госавтоинспекция вновь напоминает – соблюдайте правила дорожного движения и будьте внимательны на дорогах. Руслан Душевский, «Анапа-регион». Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает провести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски и новостей вы всегда можете найти на нашем сайте «анапа-регион.ру». Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Вертикальный солярий и инфракрасная сауна. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент на месяц занятий – всего полторы тысячи рублей. «Витязь». «Анапа-Самбурово-254». Мы делаем спорт доступным. Государственная инспекция безопасности дорожного движения предупреждает водителей. Проявляйте особую осторожность в местах, прилегающих к детским и образовательным учреждениям. Не подвергайте опасности самое дорогое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова